Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Автор сотен видео в интернете. Только на моем канале YouTube. Около 700 видео на сегодняшний момент. В которых я рассказываю основы здорового образа жизни. Для кого-то он носит какие-то неопределенные черты. И многие ограничиваются ни пить, ни курить, ни злословить. А состоит он всего на трех китах. Три основных компонента, которые вы должны знать. Но знать мало. Важно правильно и регулярно выполнять. А именно вам нужно знать всего-то ничего. Как правильно питаться в тех или иных условиях. Как правильно пить воду. И какую правильно пить воду. Как правильно дышать. И каким воздухом правильно дышать. Если вы это знаете. То вы имеете право не просто глубже или чаще или реже дышать. И моргать. Но вы имеете право заниматься спортом, физическим трудом, интеллектуальным трудом. То есть тратить то, что вы сделали правильно. Если же вы не наладили эти компоненты себе правильно. Или используете разные допинги, стимуляторы. То вы ускоряете процесс саморазрушения своего организма. Потому как ему не на чем работать. Он работает на износ. Особенно если вы попадаете в переходный возраст или в переходный период. Правильнее я бы назвал переходный период. Потому как они носят специфические особенности. А каждый человек своим образом жизни может ускорить попадание в этот период в любом возрасте. Либо отдалить. Многое зависит от того, что же вы делаете правильно. Поэтому я решил написать серию видео. Про переходный возраст. И про переходные периоды в жизни человека. И начать с самого известного периода переходного в жизни человека. И поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете. Чем отличается этот самый известный переходный возраст в жизни человека. Вы узнаете основных участников этого процесса. от кого зависит хорошо пройдет человек этот переходный возраст или с какими-то особенностями ну и что делать чтобы пройти его правильно смотрите это видео дальше я думаю что информации интересной будет достаточно много какие же особенности этого очень важного и самого известного переходного периода в жизни человека многие считают ошибочно считают что он начинается возрасте 12 14 лет это в корне неверно потому как все начинается значительно раньше и вы можете правильно контролируя этот процесс получить заведомо ожидаемый результат иными словами если примерно в шесть лет то есть это окончание садика или дошкольного учреждения какого-то вам вдруг рассказывают что ваш ребенок стал проявлять активный интерес противоположному полу то вы должны не ругать ребенка за это а радоваться тихо в душе поставить плюсик себе что первый этап полового созревания ребенка состоялся и состоялся правильно потому как запрет общаться мальчику с девочкой психологически наносит ему травму он понимает что это плохо ему нельзя общаться с девочками получить его правильно общаться он начинает общаться с мальчиками аналогичный результат когда девочка в шесть лет начинает тоже проявлять интерес к мальчикам а ей это запрещали ну не могут они создать какой-то сложности в этом периоде жизни для родителей даже условно создавая какую-то условную семью а половое созревание вы таким образом своему ребенку можете нарушить а потом будете кусать локти как венера миловская не обломались руки обкусала до плеч дальше просто зубы не доставали второй период второй всплеск вернее половых гормонов у детей происходит 9 лет это примерно второй третий класс школ если вы дневнике видите записи характерного содержания то вы должны поставить себе второй плюсик в свою карму и свой образ жизни что все правильно все происходит правильно объясните просто своему ребенку как правильнее это делать и спокойно можете ждать расцвета полового созревания в диапазоне 12 14 лет и все будет прекрасно когда там произойдет 12 13 14 это уже не от вас особенно зависит главное что вы подготовку провели правильно самолет если прошел первых две точки в третье уже попадет рейте это посадочная полоса и на выходе вы получите аплодисменты от своего ребенка эти как в самолете принято после посадки аплодировать экипажу за удачно проведенную посадку у вас тоже это состоится правда если вы что-то делаете не так половое созревание может задержаться а может и не состояться вовсе неизвестны случаи полового инфантилизма когда в средней полосе применяют сыроедение систему питания и совершенно другого региона и совершенно другой климатической зоны или если вы ребенка неумеренно кормите различными не самыми здоровыми продуктами питания ребенка развелся жирение половой инфантилизм гарантирован пока вы не избавите его вовремя от этой проблемы поэтому половое созревание это очень важный период в жизни человека от которого зависит его будущее станет ли он активным членом общества либо пассивным все зависит от вас ну а как какие основные участники этого процесса которые могут активно влиять на половое созревание это чтобы она состоялась правильно узнать прямо сейчас кто же они главные участники процесса в этом не самом простом переходном возрасте у подростка ошибочно считается что главное действующее лицо одно это сам подросток и очень удобно не просто в семейном кругу а в кругу друзей сидеть и обсуждать какие сюрпризы преподносит вам подросток в этом периоде времени мы его дескать холи или леле а он вот такой неблагодарный вот так себя ведет но напомню вам один маленький нюанс подросток в данном случае даже не главное действующее лицо он индикатор тех условий которую вы ему создали и по питанию и по воспитанию потому как если вы спросите у психологов когда можно воспитывать ребенка психологи вам ответят первые пять лет его жизни то есть еще до первого спонтанного всплеска половых гормонов о котором я сказал начале этого видео еще до этого вы ребенка воспитали а дальше он на этом фундаменте начинает более активно развиваться если конфликт возникает между подростком его окружением и подросток вдруг уходит из семьи я не пропагандирую уход детей из семьи но спросите у психолога если двое конфликтуют и один от конфликта ушел то кто умнее тот кто ушел или тут остался в ожидании конфликта и ищет чтобы конфликт возобновить поэтому в данном случае пенять на то что подросток ведет себя не так неадекватно вы безусловно можете если вы ему рассказываете что питаться так как он питается неправильно то зачем вы ему в раннем детстве приносили то питание которого вы сейчас запрещаете вы прививали привычку есть непонятные кондитерские изделия пить непонятные напитки питаться разной пищей на кухне вы курите пьете а ребенка говорите нельзя вы для него пример для подражания и в то же самое время пример для подражания сигареты в зубах говорит что курить это вредно не говоря уже более тяжелых ситуациях по здоровью нонсенс в данном случае и пока вы не найдете реально не сядете за стол переговоров где все равны я бы даже подростку дал на пару процентов голосов больше чем любой другой за столом и не решите психологическую или иную проблему которая создалась вашей семье могут но у вас конфликт с ребенком будет продолжаться и переходный возраст может оставить серьезную зарубину на ваших отношениях с ребенком и дальнейшей жизни а вот что делать вам чтобы эти ситуации проходить проще как все-таки создать ребенку более правильные условия жизни вы об этом узнаете прямо сейчас что же делать чтобы этот не самый простой период жизни вашего ребенка пройти правильно и без особенностей а именно переходный период или период полового созревания конечно нужно к этому правильно подготовиться я понимаю что отопительный сезон для многих приходит неожиданно но он приходит вовремя и чтобы правильно подготовиться к половому созреванию вашего ребенка вам нужно знать всего одну дату дату день рождения вашего ребенка отталкиваясь от которой вы можете правильно распределять свои усилия а именно первые пять лет жизни ребенка уделить внимание привитию особенностей здорового образа жизни правильного питания режиму труда и отдыха тем семейным традициям которые есть вашей семье которые в ней поддерживаются чтобы ребенок не выпадал из ансамбля под названием ваш род эти особенности если вы все сделали правильно вы проверяете 6 в 9 лет первые этапы первые периоды всплески половой активности индикаторы того что половое созревание вашего ребенка происходит правильно а состоится реальное созревание в 12 13 14 лет это уже зависит от особенности вашего ребенка вы не можете управлять сильно этим процессом можно конечно разными препаратами простимулировать процесс но лучше если он пройдет вовремя в свое время когда ваш ребенок будет реально готов к этому к этой ситуации внутри не снаружи не внешне ребенок может быть двухметрового роста и а половая система будет у него инфантильна разные могут быть ситуации поэтому половое созревание должно состояться вовремя в то время уникальное время которую ваш ребенок его организм самостоятельно определил вы можете только способствовать этому процессу обеспечив его правильным питанием правильным употреблением воды если ребенок вас какой-то мере не слышит на моем канале сотни видео на эту тему пусть посмотрит пусть поймет что так чем по-другому лучше пить воду так правильно чем по-другому от этого зависит его уровень здоровья его продолжительность жизни который вы можете только предложить а он примет или не это уже его выбор конечно мальчиком несколько проще в этом процессе сложен сам переход потому как дети до полового созревания не важно это мальчики или девочки у них доминируют женские половые гормоны печи работают по женскому типу поэтому до полового созревания мальчик может пыжиться в тренажерном зале сколько угодно но реально мышцы он не накачает после полового созревания когда у него прогрессивно начинают нарастать мужские половые гормоны мотивируемая ими печень работает лучше мощнее и мышечную массу можно как накачать так и активно поддерживать девочкам у них тоже у них свои сложности в этом вопросе казалось бы у них были женские половые гормоны они повышаются и это здорово но у подростка девочки появляется менструальный цикл то есть двухнедельная смена уровня разных половых гормонов которые совершенно по-иному определяют обменные процессы в жизни этого подростка будущей женщины ей пожалуй еще сложнее выживать в этих переменных условиях когда обмен веществ меняется каждые две недели но если вы фундамент создали правильно то и в этих переменных условиях ваша дочь будет формироваться правильно у вас будет согласие не только на уровне физиологии вы будете питаться теми же здоровыми продуктами как и ваша дочь но и на уровне психологии вы будете понимать что это лучшее питание для вас но вот этот самый известный переходный период он не единственный в жизни человека если вы обратили внимание вторая серия я сознательно начал с нее потому как проще на этой модели показать вам он не самые простые особенности в жизни вашего подростка которыми он может столкнуться и столкнуться этим всю семью есть и другие переходные периоды поэтому здесь на моем канале появился практически небольшой такой сериал переходный период или переходный возраст и чтобы вы не упустили особенности других переходных периодов и чтобы которые возникают вот другие есть еще один стандартный переходный период который возникает фиксированном возрасте да это будет первая серия а вот последующие серии 3 4 5 они возникают у каждого человека в разном возрасте они привязаны какому-то возрасту паспортному но часто привязаны к возрасту биологическому и чтобы вы не пропустили эти особенности возможно вы уже находитесь в каком-то таком переходном периоде как в нем жить правильно как правильно ввести тот образ жизни который в этом случае жестко меняется активно меняется вы узнаете ближайших видео этого сериала переходный возраст или переходный период чтобы вы их не пропустили не забудьте подписаться на мой канал или хотя вы поставьте его в избранное чтобы вы проще могли его со временем найти и просмотреть эти видео и определиться как же вам жить лучше и дольше а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео как детям своим подросткам показать это видео чтобы возможно сделать первый шаг к более гармоничному сосуществованию но наверное это грубо сказано более гармоничной жизни я подумаю какое еще видео написать или не как правильнее написать серию номер один про переходный возраст жизни каждого человека до новых встреч на моем канале